Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Александр Лунёв, автор-исполнитель, музыкальный продюсер и композитор. Как вам Рязань? В Рязани мне очень нравится город Рязань. Он очень тёплый, очень спокойный. Слово непростое именно в том смысле, что он простота та, которая выше всего. Он, мне кажется, такой напитан каким-то духом своим. Мне нравится здесь вообще, в Рязани. Город такой мой. Я такой город люблю. Люблю людей таких, которые настоящие, без всяких там забот, которые могут отложить в любой момент что-то и помочь тебе, и подсказать, и всё. Ну, то есть человечность прежде всего здесь. Два года уже езжу и приезжал сюда ещё два года, даже больше, может быть. Как вам наша публика? Публика отлично. Публика отлично относится. Есть такой секрет. Когда артист приезжает и когда узнает, кто приезжает, они знают уже заранее, что придут те, кто и хочет их посмотреть. Вот этот секрет, он и есть такой. Если кто-то слушает, ну, если кто-то компрометирует, это одно, но специально. А если, допустим, ты работаешь, ты же знаешь, что тебе пришли послушать, ты и выкладываешься, потому что у тебя пришли те, кто тебя любит, хочет. Или кто-то пришёл узнать о тебе больше, кто-то привёл кого-то. То есть это такой принцип работы. Чем обычно радуете на выступлениях? Песня, которую я писал для Димы Билана, «Невозможно-возможно», «Неваля Чугу», то есть «Колдун», «Царевна», «Я для тебя». Ну, «Лепса» песня одна есть, «Я верну тебе себе», очень хорошая песня. Гимн семьи, да, песня такая известная, которую поют в Муром, в городе, в Муром, 8 июля, на день семьи, любви и верности. А расскажите, как вы начали писать? Музыку я начал писать как? Стремился к этому, но начал писать. В первую очередь я играл в ресторане на гитаре, на барабане, на бас-гитаре, петь начал потихоньку, но это было давно. Постепенно как-то так. Это, конечно, длинный разговор, если так вспоминать, и сразу так не расскажешь одним словом. Может быть, какая-то ситуация надалкивала? Нет, это я хотел с юности, хотел подражать композиторству, потому что у меня как бы были такие навыки, что я как-то, что-то стремление сочинять было. И сочинять начал именно уже, как приехал в Москву, именно так уже профессионально. А готовился еще дома, я жил в Казахстане, и там, играя на гитаре, то есть думал какие-то мелодики, пропивал их, дублировал, играл, что-то думал. А в Москве мне просто посчастливилось с одним товарищем записать ему альбом, его музыки, его песен. Я просто пел и продюсировал. Ну, записали на хорошей студии, тогда опыт очень приобрел хороший. Студия «Союз», мы выпустили альбом, была группа «Черемуха» такая, и мы удачно выпустили. У нас даже по продажам третье место, что ли, держала группа студии «Союз», 92-й год. Называлась группа «Черемуха», альбом «Здравствуйте, здравствуйте». До сих пор его в интернете вижу. Но я тогда не писал, это было как бы, если рассказывать, как я начинал. И у меня было желание уже писать, потому что я посмотрел, как мой товарищ Андрей, он сочиняет песни сам, и слова, и музыку. Ну, и постепенно я начал музыку как-то писать, с ним тоже он, слова, и музыку, и у нас как бы возник тандем такой, перерос уже в группу. И потом я как приехал в Москву и встретил человека, который уже непосредственно мне в одной студии предложил. Мы просто писали не совместно, а вместе были на студии, как-то чай пили, и он услышал, как я на гитаре играю, какие-то вещи. Я говорю, это я сам. Мне сразу предложение сделал. Написать оперу. Оперу прямо написать. Написать? Написал, да. И мы, вот, у меня был опыт такой. Потом я начал песни писать. Первая была Витлицкая Наталья, Пчелы-Пчелы, песня «Глупые мечты», потом дальше «Жасмин», «Долгие дни, длинные ночи». Песню года уже получил, это нулевые, 2000-й год. Потом «Варвара», там, удачно. С «Варварой» я начал вообще продюсировать. То есть начинал уже продакшеном заниматься, песен своих фильмов. Что я в основном продюсирую свои песни только. Как вам в роли исполнителя? Я вижу себя отлично в роли исполнителя. Единственное, что, к сожалению, меня не могут увидеть в роли исполнителя, так как я не совсем еще полноценно занимаюсь, как певец исполнительством. У меня разовые концерты бывают, приглашают, я работаю, то есть пою популярные песни свои, как автор-исполнитель. А сольно, чтобы я работал, это необходимо, то есть усилия немножко такие, то есть творческие, именно направленные именно на сольную деятельность. Материал надо, это очень непростой процесс. Он не за один год достигается, и кое-что у меня есть, но это все так, я дополнение к продюсированию. Раньше ваш голос можно было услышать во многих песнях бэквакалом? Это в студии обычно все делают, поют, это нормально, когда ты пишешь свои песни, ты берешь и максимально участвуешь в своем творчестве, берешь и поешь. Это даже никто не замечает, бэки, все там прописать, это нормально. Расскажите, как создавался евро-хит «Never Let You Go», который исполнил Дима Билан? С Биланом у нас, я очень стремился увидеться с Юрием Шмиричем Азишписом, у меня было такое, я видел, что Билан потихоньку нарастал, как обрастал, популярностью, но я чувствовал, что я могу что-то сделать такое, и если он песню споет, будет популярно. Именно так я подхожу всегда к проектам. Подходил раньше, сейчас немножко ситуация, не немножко, она другая. И я нашел Азишписа, встретился с ним, показал ему музыку, вместе втроем мы сидели, Дима Билан, я, Юрий Шмирич. Но то, что я показывал, их вообще не заинтересовало никак. Единственное, потом я показал, то, что я вот сейчас сделаю, без слов, дэмо-запись, то, что вот буквально я вчера-позавчера записал. Эта песня «Умирает любви», она есть у Димы. Показал и сказал, вот эта песня, вот, ну, в итоге мы договорились на том, что я сделаю песню, и посмотрим дальше, что будет. Ну, получилась песня «Умирает любви». Очень удачная. Юрий Шмирич был очень доволен, звонил и благодарил, и говорил, просто супер, песня «Лунёфт» это все гениальное. Я так и говорил такими словами, что просто ты попал в точку, интересно очень. Но произошло вот такое событие, что его не стало через несколько месяцев. И песня вот как-то зависла. Дима начал сотрудничать с Яной Рыбковской, и я решил забрать эту песню. Мы с автором, с соавтором Ларда Лиа, вот, и мы решили, Лариса Крылова, да, забрать эту песню. То есть у нас был покупатель, то есть потенциальный клиент, который хотел еще даже в таком стиле делать. Ну, и мы как бы поговорили с ней, я договорился так, чтобы надо знал Яну Рыбковскую. В итоге вышло так, что мы как-то... Я позвонил Яне, чтобы узнать. Она очень обрадовалась звонку и пригласила сразу же приехать к ним в офис. Я приехал вот с этого приезда, с моего, и все, и началось как бы новый такой виток в жизни. Очень хороший, я считаю, и очень творческий. И для моей, как вот вообще, не карьеры, а, скажем так, жизни творческой, он показательный. И реально, то есть такое бывает несколько раз может быть в жизни, когда ты можешь работать от души и делать то, что ты хочешь, и при этом получать не просто удовольствие, а просто радоваться тому, что ты делаешь, и это еще людей радует, то есть не артисты. У нас сложилось так, что я приехал сразу же в этот день, ну, оставили песню первым делом. Второе, я как уехал писать материал, который мы как бы так определили. Я говорю, я напишу песню, нам нужны хиты, естественно. Яна говорит, Дима, все такие в творческом, ну, как сказать, порыве в таком, сделать что-то такое. Ну, я не помню, сколько у меня времени ушло, я принес на Волочугову песню на Евровидение. Предложил, сказал, что если будете петь, я продам на Евровидение. Ну, все договорились, решили, да. У меня было такое предложение, если они поедут на Евровидение с этой песней, я тогда продам. Вот. И в итоге как бы получилась песня на Волочугову. Я продюсировал сам эту песню, естественно. То есть записывали мы все вместе, совместно. Дима, конечно, это он очень творческий человек. Артист с большую букву, нереально просто рабочий. Он молодец. То есть я с ним давно уже не работал, я работал в последний раз с ним в 15-м году. А так у меня достаточно песни записано прилично. Потом была песня «Невозможная, возможно», которая, я считаю, что она еще больше произвела и фурор, и успех. И просто я могу судить по тем эфирам, по тому состоянию, которое вот я испытывал на себе от этой песни. Да, песня «Невозможная, возможно», просто стрельнула очень колоссально. До сих пор она работает, и она очень, ну не то, что популярна, она известна очень. В ней есть вот эта радость. Какие ваши проекты наиболее интересны для вас? Я еще продолжал писать, и меня пригласили заниматься проектом Дима Халдун. Я взял проект, тоже продюсировал. Тоже писал песни, так же он у нас и пошел, тоже популярные песни стали «Царедный», «Я для тебя». То есть он активно так же. Но я там уже был, как сказать, и продюсером, ну таким, как бы, исполнительным. Я до времени продакшн-два и писал музыку. Вот. Ну, еще был еще один продюсер был, с которым я договорился, вернее, не я, с которым я пригласил. Компания «Красный квадрат». Ну, там сразу, если так честно сказать, в то время, оно много таких коллабораций, как говорят сейчас, по творчеству было. Там Буйнов, Басков, Николай, там песни сразу, Арбакай, это две песни таких топовых. То есть, ну, и песни Аглана, песни там, ну, короче, сразу же там дипломы, награды, песни Шужевские. Ну, да, целый альбом мы делали. Из его альбома три песни моих были, а остальное продюсировал тоже. Я и ты песня, My Baby. Вот. Девочки, Мария, там всякие, ну, артистов много было. И с фабрики звезд было. Ну, то есть, в то время, вот это с шестого года по, наверное, по тринадцатый, вот, такой был очень активный. Вот Лепсу тоже был заказ для сериала. Я им предложил несколько песен. Они выбрали одну песню и предложили Григорию Лепсу спеть. Он спел просто очаровательный голос просто. Ну, слово неправильное может быть где-то к женщине относится. Не очаровательный, просто суперголос, конечно. Григорий, конечно, он такой, обладает таким универсальным, уникальным талантом, конечно. Потому что у него диапазон, голос, мягкость, вот эта твердость, все. Характер передается идеально. Не просто ноты берет, а он просто поет. Но видно, что он музыкант просто очень большой. Я, конечно, очень рад, что он спел песню одну мою. Вот. Продюсировал не я эту песню. Ну, это уже не принципиально, потому что такой артист имеет компанию и студию большую. И у него профессионалы работают. Я знаю, кто продюсировал. Я даже не сомневался, что будет просто идеально. Я тоже буду на концерте и петь эту песню. Расскажите, с кем вы еще сотрудничаете? Сейчас я работаю с Викой Цыгановой. Прекрасный человек Вика Цыганова. Вика и ее супруг Вадим. Вообще люди просто замечательные. То есть делают свое дело. Они очень такие открытые, добрые, можно сказать. Такие настоящие люди. Вот я с ними сейчас сделал вторую песню. Буквально сегодня я закончил. Вторую песню. Первую песню лета я сделал где-то месяц назад, полтора раза. Вот начало лета было 1 июня, что я сейчас говорю, полтора месяца, два. 1 июня, я точно помню дату, я сдал эту песню. Сейчас вторую, вот сегодня. Сегодня я сдал вторую. Сдаю, вернее. У меня переписка идет. Я сейчас как раз закончил продакшн. То есть очень такая оригинальная певица. И у нее очень голос узнаваемый. То есть характерный голос такой. Делаем мы такой стиль. Фольк-этник такой. Поп-рок такой. Я ее так почему-то вижу. Не вижу по-другому. Ну, я думаю, что людям тоже понравится то, что делаю. То есть у меня принцип работы такой. То есть я вот делаю сам, стараюсь, чтобы мне никто не мешал. Если вот как бы у меня другого, я как-то вот, чтобы вмешивались, то, то. Мне вот так надо. Я как-то это не люблю. Но считаю, что если, конечно, доверять, ну, уже доверять до конца. Вот. Это если говорить про продюсирование. Потому что песню, когда написал, ты отдал ее, она уже у них лежит, она все, вот она готова. Дальше ее можно уже делать кому как угодно, что ты закончил. А если тебе заказывают и просят тебя спродюсировать, я уже на себя беру ответственность за то, что я буду делать сам. И стараться сделать так, чтобы это людям понравилось, чтобы лицо артиста не просто сохранилось, оно лучше стало, свежее, что ли. То есть как-то вот, ну, красивее слово. Ну, да, красивее, может быть. Максимально стараться улучшить этого артиста перед людьми, чтобы они получали радость. Расскажите, какие у вас планы на будущее? Планы на будущее. Так, хороший вопрос. Планы на будущее. Планы простые. В творчестве хочется делать и делать, и делать, работать, потому что, в принципе, я такой, ну, стараюсь. То есть у меня работы достаточно, и все зависит от того, насколько можно где-то поучаствовать. Насколько можешь ты поучаствовать. Планы простые. Продолжать так же работать и радовать людей. То есть тем, что ты умеешь делать и так, как, ну, может кто-то другой не умеет. Красиво, опять же, опять повторюсь, вот эти слова. То есть чтобы люди получали, ну, опять же, радость. Все очень просто. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова